Фильм снят по воспоминаниям писателя-искусствоведа Сары Огос Назировой. Он посвящен пятиазербайджанским художникам-авангаристам второй половины XX века, с которыми она была долгие годы знакома. Художники, о которых я собираюсь рассказать вам, были видными представителями азербайджанского авангарда XX века. Они также являются основателями Абширонской школы живописи. Их творческий путь начался в 60-х годах прошлого века. Шагнувшие за горизонт. Часть первая КОНЕЦ Творчество, вдохновленное землей Мирджават вырос в состоятельной семье. Его дед был народным целителем, вел аскетический образ жизни. Отец Мирошу шил головные уборы, пользовался большим уважением своей среде. В молодости он гордился своими двумя сыновьями. А под старость горько вздыхал, что сыновья его оказались неудачниками. Был случай, когда Мирджаваду было 5 лет, отец усадил его одного на край колодца. А женщинам, запрещитавшим, что ребенок может упасть, трога сказал, «Поскольку это мой сын, а он не упадет». Так в его жизни и случилось. Мирджавада не сломили ни бедность, ни то, что его искусство не было понято, ни то, что и родные, и общество отвернулись от него. Он всегда говорил, «Апширон — земля, где весна бывает дважды в году. Весной и осенью эти места покрываются цветами. Их краски — это целая палитра». С детства его память впитала цвет и запах, покрытых хной женских волос. Весной и осенью эти места покрытых хной женских волос. Каждым нервом своим он был связан с этой землей. Он тщательно изучал мировую живопись, но при этом оставался верен своему чутью. Хотя его образы и были непривычными, агрессивными, художник был уверен, что энергетика его образов и экспрессивные мазки найдут путь к сердцам. Он был уверен, что энергетика его замедлил. «Апширон» Субтитры создавал DimaTorzok До нас не дошли его работы, созданные до 30-летнего возраста. Их негде было хоронить, и поэтому художник закапывал свои работы в землю. А из тех, что ему не нравились, художник временами устраивал костры. Для творческой личности реальность — лишь повод. Получая впечатление о действительности, он переносит на холст только свой внутренний мир. А входить и исследовать его загадочный мир можно целую жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует... Мирджавад с детства вобрал в себя величественных этих мест. Беговое молчание скал, ласку золотого песка, гул ветра. Он был связан с этой землей, как корни инжирового дерева. Эта вечность отразилась и в его картинах. Мирджавад был настоящим сыном солнца. Он не бил до рези в глаза вглядываться в него. Даже под палящими лучами он ходил с непокрытой головой. Его произведения словно не холсты, а пули битвы. Подобная метаморфоза чувств придавала его композициям демоническую силу. Пластические конструкции художника кладовским образом воздействуют на подсознание. Паутина, некогда спасшая пророка Мухаммеда, в работах Мирджавада приобретает совсем иной смысл. Эта картина подобна опущенному занавесу над завершенным узором жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Жил Мирджавад в этом доме, а умер как того и хотел в дороге. Он всегда говорил, я внук Сеида, путник небес и образы мои, путники этой дороги. И умереть я хотел бы в пути. Так и случилось. Светлая, спокойная смерть пришла к нему 24 июля 1993 года, когда он возвращался из здания в Баку. Как он жил, так и скончался. Несгибаемым, одиноким. И не помешала ему в этом даже пришедшая в конце жизни слава великого мастера. И не было лучше брата. Младший брат Мирджавада Тофик Джагадов ворвался в азербайджанское искусство как внезапный порыв ветра. Хоть основной темой его творчества была промышленная романтика, мы не ошибемся, если скажем, что главным героем его картин был этот самый ветер. Ветер — это душа его картин, будто пронисывающая кровеносными сосудами суть его красы. И не прерывал он из вас, что мы не можем. Мы не можем. Мы не можем. Мы можем. Мы можем. Мы можем. Мы можем. Палитра его картин звучит мажорными гаммами. Оптимистичный, чистый внутренний мир художника озаряет светом создаваемые им полотна. Постоянно ощущаемое дыхание ветра динамично обивает все его работы. Его пейзажа словно фрагменты праздника, называемого жизнью. Аслиные краски клади его как следует. Не размазывай жидко, как акварель. Мне что, работать как ты, смолой? А зубной пастой разве можно грунтовать холст? Нельзя. А что, сидеть и ждать, когда у меня появятся настоящие холсты краски? Смотри, Тофик. Говорю тебе, если будешь нарушать технологию, пройдет время, и все краски у тебя начнут осыпаться. Не нарушу. Это пока эксперимент. А тыквы надо было крупнее нарисовать. Был бы холст побольше, я бы сделал. И отдельно нарисовал бы женщину, что сушит тыквы. Субтитры создавал DimaTorzok Туфик, вы здесь? Туфик, вы здесь? Туфик, вы здесь? Субтитры создавал DimaTorzok Ну ты даешь, Туфик. Вот это настоящий Азербайджан. Дени на ковре Килими. Горхмаз, как ты узнал, что это моя работа? Может, Мирджавада? Не дай бог. Я не дружу со слащавой живописью. Расим, а что ты скажешь? Братуха, замечательная картина. Смотри, как светятся краски, будто солнечный водопад. Молодец, Тофик. Если первая композиция Тофика Джавадова будто наполнена ярким светом и тонким воздухом, то со временем его стиль меняется. Совершенствуется. Он становится более жестким, материальным. Железобетонные конструкции его натюрмортов, монументальность фигуративных образов вызывали неведомое до того ощущение. Так что метод Тофика Джавадова стал источником вдохновения для многих, ставших впоследствии знаменитыми художников. Даже его карандашные рисунки, этюды, производят впечатление законченных работ. Одним точным движением руки он мог придавать своим образом характер, оживить их. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тофик Джавадов любил создавать образы тружинников. Сварщики, металлурги, нефтяники. В его производственных пейзажах есть очарование, искренность. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эти работы – прекрасные образцы соцреализма. Творчество Джавадова доказывает, что истинный художник может создавать шедевры, оставаясь в рамках любого метода. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они словно идут в поход против ветров. Уверенность их поступи, величественность, создают впечатление, что из этого похода они обязательно выйдут победителями. Картины необыкновенно монументальны. И не просто размерами, но и решением образов. Трехмерные фигуры нефтяников словно высечены рукой скульптора. Эта картина, заряженная удивительной энергетикой и искренностью, и теперь уже ставшая знаковой азербайджанским изобразительным искусстве, более полувека была спрятана от зрителей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как-то я пришла в мастерские художников в поисках одного своего друга. Но не нашла, и тогда другие художники стали показывать мне свои работы. И вот они позвали меня в открытую дверь Тофика Джавадова, чтобы показать и его работы. Тогда я в первый и в последний раз увидела Тофика Джавадова. Художник сидел на табурете и рисовал большое полотно. Он повернулся к нам, и я в его взгляде увидела божественную чистоту, сияние человека, который только что спустился с седьмого неба. И я поняла, что этот взгляд адресован не мне, а миру, где он только что был и до сих пор оставался, и от которого мы его насильно оторвали. Художник тут же замкнулся в себе. Даже рассердился. Это моя последняя работа, сказал он. Друзья пытались успокоить его. Твои лучшие работы еще впереди. Посмотри, как ты прекрасно нарисовал ветер. Тофик Джавадов безнадежно махнул рукой и сказал. Ветер меня уносит. Этот ветер меня уносит. КОНЕЦ 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 Монументальной работе Тофика Джавадова «Ветер». Сильные порывы хазри вздымают вверх платья женщин. Они с трудом удерживаются, хватаясь за инжировое дерево. Будто ветер за огромного мира захватил их и уносит с собой. КОНЕЦ Когда Тофик Джавадов был в Москве, старший брат Мирджавад зашел в его бакинскую мастерскую за окрасками. Увидев незаконченную картину «Ветер», он замер потрясенный. Даже забыл, зачем пришел, а потом прибежал к матери со словами «Знаешь, что нарисовал твой сын?» Он написал реквием. КОНЕЦ Последний диалог Тофика Джавадова с «Ветером» состоялся на станции Чепелево-Московской пригородной электрички. Они были в гостях за городом. На этом же пикнике сделана его последняя фотография. На обратном пути он успел посадить в вагон семью, а сам побежал по платформе, затронувшимся поездом. Но без очков не заметил, что платформа обрывается. И на глазах у жены и детей он вместо двери шагнул в пространство между двумя вагонами. Ветер, с которым он с самого рождения находился в диалоге, на этот раз поставил последнюю точку. Крик из тьмы Крик из тьмы Крик из тьмы Крик из тьмы Необычный талант Ашраф Мурада Крик из тьмы 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 Новую стену Сейчас За этой стеной Вместе с картиной Задыхается Душа художника У Ашрафа часто спрашивали, «Море же голубое, почему ты рисуешь его таким темным?» Ашраф в шутку отвечал, «Оно было голубым, когда я входила в него, а когда я вышел, вода уже потемнела». Эту картину он рисовал с этой точки. Он создал три варианта. И в каждом он уточнял цвета, делал их более густыми. А в последнем варианте небо было совершенно темным, и светлые краски, сидящих на пляже людей, словно атаковала тьма. Но человек выдерживал этот натиск, потому что для Ашрафа любое проявление жизни было светом. Картины Ашраф Мурада излучают свет. Особенно это проявляется в образах женщин. Они, словно из озера смолы, подобно видению, являются нам на миг из густых темных красок, возникают на холсте сияющей чистотой безгрешности, как крик среди безмолвия. Словно между женскими образами и их создателем Ашраф Мурадом встает непреодолимое пространство. Эта неопознанность женских образов даже немного пугает его. И это естественно. У художника Ашраф Мурада не было даже натурщицы. Его одинокая, аскетичная жизнь не позволяла этого. Он мог видеть обнаженных женщин только на пляже или на спортивных площадках. Не случайно многие из этих женщин названы спортсменками. И еще на страницах иностранных журналов. Впрочем, все это не мешало художнику создавать истинные шедевры. В 60-е годы отсюда проходила наша дорога на рынок. Однажды, проходя здесь, я остановилась, пораженная орнаментами дома. И вдруг из подвала раздался голос. Девушка, девушка, отнесите это письмо на улицу Мустафа Супхи, 154. Сюда посадили одного художника. Его сильно избили. Держали в подвале. Сейчас ему очень плохо. Отнесите письмо его брату. Даже сейчас от голоса того парня меня бросает в дрожь. Но я тогда не взяла этот клочок бумаги. Однако через 20 лет мне пришлось пойти по тому адресу. И тогда брат Ашрафа Гусейн рассказал мне, как посадили туда Ашрафа Мурада. Я поняла, что хулиганистые ребята, которые сидели там, оказались совестливее меня. Они смогли передать весточку. Они смогли передать в джазу. Они смогли передать в джазу. Свои произведения, получившие теперь мировую славу, Ашраф Мурат создавал в этой мастерской, где он запер себя, чтобы между ним и его произведениями не было никого и ничего. Он шел к вершинам своего творчества в полном одиночестве. Его уже не интересовали никакие радости мира. Он считал, что с этого ракурса точнее видит истинное лицо жизни и становился в своих произведениях еще ближе к жизни, к истине. Он расхаживал, топая башмаками, как исполин, по своему небольшому пространству от мольберта к холсту с красками в руке. Но создавалось впечатление, что он не рисует, а исполняет некий шаманский танец. Обычно малоразговорчивый, художник волю разговаривал только со своими полотнами. В его мастерской невозможно было протиснуться между картинами. А когда в праздничные дни его мама приносила плов с шафраном и ставила угощение на этот хромой стол, складывалось ощущение некоего таинственного пира. Художник неделями забывал о плове. И тогда для всякой живности начинался настоящий праздник. Они растаскивали рисинки по разным углам. А для художника истинный праздник жизни был только в красках, в дошедших до нас от узоров ковра, его густых, тёплых цветов. Художник Расим Бабаев всегда говорил, что палитра красок Ашраф Мурада словно замешана на патоке. Ни один художник в своём творчестве не мог дойти до тех глубин и высот, до которых дошёл Ашраф Мурад. В своих картинах он старался светом жизни осветить открывшие ему бездны метафизики. Ашраф Мурад рисовал и портреты знаменитых государственных деятелей. Это Наполеон, Ленин, Сталин, Крупская. В этих портретах художник словно иронизирует над своими персонажами. Но так рисует их монументальными аккордами, что создаётся впечатление, будто в этих композициях он соединяет живопись с пластикой. Когда художник опасался заблудиться в бездне одиночества, он начинал стучать гаечным ключом по отопительным трубам. И когда ему кто-то так же отвечал, успокаивался, убедившись, что он ещё среди живых. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня посетить могилу Ашрафа пришли поклонники его творчества дипломатор Амиза Буталыбов и скульптор Фазиль Наджафов. В те годы, когда я только начала работать в музее, проходя по залам, увидела, как один зритель с восхищением смотрит на картину. Потом он обратился ко мне словно к старой знакомой. Посмотри, как прекрасно нарисована вода. Он стал так интересно описывать картины, взволновавшие его, что я стала с интересом слушать. И тут я услышала, как наш директор говорит охраннику двери. «Касан, иди выведи этого сумасшедшего из музея». Охранник подошёл и потребовал, чтобы Ашраф ушёл. И тот спокойно удалился. А я в первый раз увидел работу Ашрафа в мастерской московского искусствоведа Григория Анисимова. Но тогда я ещё не знал, чья это работа. Это была картина с арбузами. Было ещё много других работ. Однако именно это привлекло моё внимание. Ты знаешь, чья это работа, спросил он? Нет, не знаю. У вас есть великий художник. Это его работа. Я хотел организовать его выставку в Москве, в Центральном доме работников искусств. Но ваши не одобрили этого. Я в это время работал в ЦК Компартии Азербайджана. Используя своё положение, начал потихоньку продвигать эту выставку. Позже, когда в 1983 году я познакомился с Сарой Ханом, мы вместе подготовили её. И в октябре 1984 года была открыта первая официальная выставка художника Ашрафа Мурата в Азербайджане. В те годы мы часто ездили в регионы, в основном в Южные. Как-то Россий и я возвращались под вечер на машине, и когда преодолели Шиховский подъём, увидели идущего под дождём Ашрафа, с кепкой под мышкой, мокрой головой. Я остановил машину. Садись, Ашраф, есть место. Нет-нет. Потом он заглянул в окно, узнал нас. Расим тоже предложил ему сесть. Он отказался. Я в недоумении тронул машину. Азербайджан, авангардиническая санатия. На плечи представителей азербайджанского авангарда выпала тяжёлая ноша. Потому что в Азербайджане различные направления в изобразительном искусстве не сменяли друг друга. В течение жизни одного поколения художники должны были перелопатить все мировые направления и найти свой путь. Даже в Европе потребовалось несколько поколений мастеров кисти, чтобы изменились и возникли новые стили и течения. Азербайджанские художники-авангардисты 20 века за 10-20 лет блестяще справились с этой задачей. Конец первой части Шагнувшие за горизонт Часть вторая Прыжок в вечность Еще в 9 лет Расим Бабаев увидел себя на дне пересохшего колодца. Было ли это во сне или наяву, но со дна колодца он увидел Млечный Путь, Путь Пророка. Ему привезли странные существа, которых он запомнил на всю жизнь. И эти образы сопутствовали ему в его творчестве. Еще когда он учился в художественном училище имени Азим Азимзаде, и позже, в 50-е годы, в Москве, в Суриковском институте, он отличался своим стилем. Эта картина из стриптиха «Земля». На нем изображен сумгаэт. Нефтяные чаны и обожженная земля Абширона. Картина относится к раннему периоду его творчества и создана в рамках социореализма. Вместе с тем он даже в этих рамках сохранял свой стиль и был верен в выбранной теме. По этой же причине, проучившись в Суриковском институте, он не получил дипломов, так как не вмещался в предписываемые рамки. его видение мира, верность своей земле, сохранилась на протяжении всего его творчества. вторая картина этого триптиха называется «Небо». Третья – «Под землей». Это родной город Расима Бабаева. Он родился в Бакинской крепости, в знатной семье. Вырос в атмосфере этого города, сделавшего его большим художником. И в каждом его произведении мы чувствуем энергию этого города. Это отчий дом Расима Бабаева. Он очень любил свою родню, сохранял верность друзьям. Внешне он казался человеком мягким, но в душе был твердым, сдержанным, порой жестким. Когда картина Расима Бабаева «Семья» была выставлена в Москве на всесоюзные выставки, министром культуры СССР была Екатерина Фурцева. Увидев эту картину, она возмущенно сказала, что семья советского художника не может ходить босиком. Не будь живописных работ Расима Бабаева, он бы вошел в историю искусства как замечательный график. Художник мастерски использовал контраст черного с белым. В его графических работах динамика линии перекликается с ритмическими аккордами. Эти листы — шедевры азербайджанской графики. Это портрет художника Тофика Джавадова. Они были двоюродными братьями. Но время уничтожало мир, который безуспешно пытался сберечь Расим Бабаев. Он уже не мог найти дорогу к морю. Теперь там стояли высокие непреодолимые стены. Повсюду царили грязь, убогость, вкуса. Расим Бабаев не мог узнать своего любимого Абширона. Поэтому, насобирав ракушек, камней, он устроил у себя на даче целую мастерскую. Он восстанавливал Абширон своей души. Когда меня спрашивали, откуда ты родом, я еще ребенком брал песок и говорил, отсюда, из этого песка, потому что родился здесь. Художники в своем творчестве настолько спешили и ушли так далеко, что лишали себя связи с реальной жизнью, даже общения друг с другом. Об их внутреннем мире можно было узнавать лишь через их замечательные картины. Расим Бабаев Расим Бабаев, который всю жизнь боролся с дивами, в конце жизни словно смог соединить злые силы с добрыми. Дивы, олицетворяющие земное зло, в конце концов превратились в безвредные существа. Большинство образов Расима Бабаева основано на реальности. Детские страхи, жизненные впечатления преобразуются в его творчестве джиннов. Но детская душевная чистота, которую он пронес через всю жизнь, стремление делать добро давали ему возможность противостоять злу. Эти дивы, эти страшные существа, не являются главными в его картинах. Субтитры создавал DimaTorzok в его картинах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я поняла, что художник собирается вскоре покинуть этот мир. На портрете человек, победивший свои страсти и желания, все мирское и устремленный всем существом к вечности. С мирской жизнью его связывала только гравитация, и эта ниточка каждую минуту могла оборваться. Художник Расим Бабаев верностью своему творчеству и за долгую жизнь в общении с создателем подготовил свой дух к переходу в вечность. ПОДПИШИСЬ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Много читал Мальчик, которого отец в детстве купал В воде с лепестками рос На волне репрессии 1937 года В одну ночь потерял и отца и мать, и дом, где он жил Он был очень фанатичный человек Преданный своему делу Искусству человек Откуда это? С ранних лет? Они встретились в Джаван, в Гопмаз Основное У них Они были Личницами А это по-своему Джаван очень любил природный парень А Гопмаз После 1937 года Уже все вы знаете Репрессии Он стал Сжигать себя Он все время говорил Отца нет могилы Когда Приехали Мы В союзе говорили Почему ты не хочешь поступать В партию? Покажи моего Могиловца Тогда я поступлю Они очень много спорили С Джаваном Джаван потом пошел по-своему На правлении После Он женился Эта женщина Вреднувала всем Не хотела Ну может быть она права И тогда Джаван сошел От Кохмаза У него значит Прадед был Мюфтий Всего Закавказья Всего Закавказья Эти Мюфтии Они в какой-то определенный срок назначались И менялись Да Насколько я знаю По этим самым Абдуль-Касым Эфиндизаде Был Мюфтий Закавказья И вот эта духовность Как будто Заново Я думаю Они все Из поколения в поколение Были духовные люди Да Но вот Как это Как будто его дух Воплотился Перевоплотился В моего отца У меня такое ощущение Потому что Это был человек Который Он Даже не зная О суфиях Да Он Хол путем суфиях Она начала анализировать Я начала Больше понимать Кем был мой отец Да Кем была моя мама Потому что Я удивлялась Когда он Видел Торговцев Или когда он Видел крестьян Он не любил Я знаю У них не было контакта Не только контакта не было Отец сразу становился Знаете какой Отец становился сразу напряженный И очень агрессивный Трудолюбивые люди Трудолюбивые люди Другое Ремесленников А крестьян Не любил У них сразу Разникало такое напряжение Между ними И я чувствовала Что крестьян Даже не мог понять Почему этот человек Его недолюбливый Не мог понять А потом я прочитала Что По суфийской теории Действительно Купец И крестьянин Считается Неблагородным Человеком У них интересно У них есть такая Погородка Лучше говорит Обедки Со стола Хейха Ага Чем халва От купца То есть он считал Что если у человека Есть копейческий конь Это уже все Испорченная генетика Человек был очень принципиальный Но он был Высокодуховный И вот Их этот духовный путь Объединял Они оба им Да Вот именно По этому духовному пути Они прошли вместе Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это как в наших сказках, где внезапно черный баран хватает героя и уносит в мир тьмы, и тот ищет пути выхода к свету. И в этом мире Гурхмаз, разрывая материю, искал антиматерию. Старался через текстуру выйти к свету. В конце своей жизни Гурхмаз Эфендит отдавал перепочтение очень светлым краскам. Желтому, зеленому, голубому словно старался овладеть даже тональностями, растворенными в воздухе. Его девиз «Надо отказываться от всего, что дает тень». Так он стремился создать антиматерию. На самом деле, это были парадоксальные поиски невозможного, ведь ему пришлось бы создавать антиматерию все же на холсте, красками. Он этим парадоксальным поискам посвятил всю свою жизнь. Дом Гурхмаза Эфендьева, как и дома суфийских шейхов, всегда был полон творческими людьми. Он пользовался большим авторитетом среди своих последователей. Он постоянно искал концепцию азербайджанского авангарда, своим мастерством живописца, на практике старался подкреплять теоретические идеи. В отличие от других своих коллег, он был истинным урбанистом, концептуальным художником. Идеи, доставления, которые капля за каплей Гурхмаза Эфензи всю жизнь вкрапливал в души своих коллег, похожи на эту воду. Он хотел, чтобы произведение азербайджанских художников, их искусство, разошлось по всему миру, как этот поток. И сегодняшние азербайджанские художники являются частью этого потока. Могли ли творить под диктовку правящей идеологии творцы, видевшую эту величественную красоту, впитавшие в кровь и в плоть энергию этих мест? Конечно, нет. Ведь до последних лет здесь из моря вырывался огонь. До недавнего времени на острове Пераллахы стоял знаменитый храм огнепоклонников. Там когда-то муги, жрецы, создавали свои философские учения, творческие поиски наших художников. Их искусство питалось культурой и цивилизацией, созданной на этой земле. Виднейшие представители азербайджанского авангарда 20 века опирались на мировоззрение, эстетику, мифологию народов, живущих в этом ареале. Не случайно в их жизни и судьбах прослеживается какая-то магическая, мистическая притягательность. Можно с уверенностью сказать, что эти художники принесли в мировую культуру неповторимые произведения искусства. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ